Как понять, что человек от Бога или не от Бога, в скобках, в плане мужа или жены? Наверное, немножко расширю вопрос. Например, к девушке подходит парень, предлагает. Как понять, вот это действительно от Бога тот человек или не от Бога? И вот, может быть, парню, который выбирает, потому что у него уже есть выбор, он может подойти к этой или к этой. Вот как понять, какая именно для него и какая будет от Бога? Это очень хороший вопрос. И очень часто встречается такое представление, и я сам первоначально, когда только пришел в церковь, я сам был воспитан тоже в такой же традиции. У нас существовало такое поверье, что надо обязательно распознать свою вторую половинку или получить особое откровение какое-то от Бога. И что иначе, как через откровение, брак не заключается. И хотя это звучит благочестиво, и в принципе на практике, например, это до какой-то степени подталкивает человека до какой-то степени в правильном направлении, в правильном направлении в каком? Чтобы молиться об этом. То есть люди начинают серьезно относиться к выбору спутника жизни и молиться об этом. Это хорошее правильное направление. Ну и к перегибам тоже приводит, потому что люди начинают гоняться за каким-то особым знаком. И, во-первых, Бог нигде не обещал дать этого знака. То есть вы нигде этого в Библии не найдете. Нет такого обещания, что если ты будешь молиться о том, кто твой муж, то суженый-ряженый тебе покажется где-нибудь. Нет такого. Это народное поверье. Это гадание было у язычников. Ни в иудаизме, ни в христианстве этого нет. В Библии этого нет. То есть нет обещания, что Бог обязательно вам укажет. Кто-то может сослаться на опыт, а мне Бог указал. Хорошо, что вам указал. Другим не обязательно укажет. Нет обещания, что это обязательно должно произойти. И вот когда люди начинают, несмотря на это, искать вот этого знака, то это приводит их точно к таким же проблемам, как у харизматов. То есть вот в этом участке наш баптизм не отличается от харизматии. Как харизматы живут ложными откровениями, экстра-библейскими. То есть они считают, что получают откровения от Бога, и вот везде они все говорят, Бог мне открыл, Бог мне сказал и так далее и тому подобное. И 90% из этого говорят ложь. Пророки от сердца своего. То есть просто выдумывают, просто говорят от себя. И это доказуемо. Это можно продемонстрировать, когда они противоречат друг другу, когда они предсказывают, это не сбывается. Когда они говорят ерунду, которая противоречит Священному Писанию, вне контекста. Бог такое не может сказать, потому что Бог написал это слово, Он знает, какой там контекст. В общем, и что, как это не иронично, как это не парадоксально, но в определенной точке баптизм становится полным воплощением харизматии, харизматического именно богословия, харизматического учения, в точке поиска спутника жизни. То есть когда мы вдруг начинаем говорить, что каждый должен получить особое откровение. Ты что, пророк, чтобы получить особое откровение? Где Бог тебе обещал, что Он даст тебе особое откровение? Нигде такого нет. Опять же, можно много историй рассказывать и ссылаться на опыт других людей. Но, во-первых, пойди проверь этот опыт. А во-вторых, даже если у кого-то был такой опыт, нет гарантии, что он будет у тебя, потому что Бог этого не обещает и не говорит. И вот когда мы переходим на зону харизматического учения и начинаем искать знамения о спутнике жизни, то мы становимся жертвой точно таких же бесовских манипуляций, как и харизматы. То есть вместо знамения от Бога мы получаем ерунду, получаем рога и копыта. Мы начинаем воспринимать, манипулировать этими вещами, воспринимать обыденные вещи за знамения. «Ой, если сейчас откроется дверь и войдет сестра, это вот моя жена будет», — выходит брат. Господи, а не задумываться ли мне о смене пола? Ну, в общем, понимаете, да, я, конечно, иронизирую на этот счет, но это полная бельберда. Мы начинаем манипулировать с обстоятельствами. Если придет такой трамвай, то поеду к той сестре жениться. Да какая разница, какой трамвай придет? Бог не обещал дать такого знамения. И люди становятся жертвой вот этих вот духовных манипуляций, становятся жертвой ложной духовности. К сожалению, даже получение каких-то знамений не гарантирует счастливой брачной жизни. У меня на глазах эта история, я не буду называть ни имен, ни узнаваемых деталей, но у меня на глазах происходила такая история, мои близкие-близкие знакомые. Они подходят ко мне, сестра, которая вот уже вознамерилась выйти замуж, и говорит, вот что мне делать, посоветуй. Не люблю его, ничего не хочу, но я уверена, что Бог мне это открыл. Вот нет никаких объективных вещей, их ничего не связывает, да? Нет ни симпатии, нет ни уверенности, но какое-то обстоятельство произошло, я не знаю, дверь ли открылась какая-то, или трамвай с каким-то номером приехал, я не знаю, но сестра уверилась в том, что это воля Божья. Вышла замуж, родили детей, полный развал. Семья развалилась, все разошлись в разные стороны, детей потеряли. Это очень трагичная история. При этом была уверенность, что она получила знамение от Бога. Это, конечно же, ошибка. Другая история, тоже реальная, тоже на глазах происходила. Сестра получила якобы откровение от Бога, что она выйдет замуж в таком-то году, в таком-то месяце. Ну вот там, допустим, на будущий год, до июня ты выйдешь замуж, что-то наподобие. Муж-галилеянин, тебя не пройдет. Ну или, может, не галилеянин, муж-красноярец. Будет у тебя муж, не пройдет. И вот получила она откровение, якобы. Заготовила платье подвенечное, сделала ремонт в квартире. Все приготовила, потому что она была уверена, что выйдет замуж. А почему-то не пришел, где-то задержался. Или хотел прийти, но, по-видимому, не на тот трамвай сел. Или там какие-то бесовские силы запутали. И задержался вот он. И не состоялось. И глубокое разочарование в вере. Уход из церкви, психологические проблемы, лечение в психиатрической клинике. Тяжелейшее потрясение. В чем проблема? Проблема в ложной духовности. Ложная духовность. То есть люди ищут знамений. Вот если харизматы во всем так делают, это у них нормальная часть их учения. Мы, баптисты, по традиции, так уж сложилось традиционно, именно в русскоязычном баптизме в нашей среде, мы становимся харизматами в вопросе брака. И это неправильно, потому что это не библейское учение. Вот библейское учение. Первое Коринфянам 7,39. Жена связана законом, доколе жив муж ее, если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе. Обратите внимание на эту фразу. Свободно выйти за кого хочет. То есть это желание, ваше желание. Бог дает вам свободу. Он говорит, свободно выйти. Это не я говорю, это Бог говорит. Бог говорит, свободно. То есть ты имеешь свободу за кого хочешь. И вот при этом нужно руководствоваться правильными библейскими принципами. Когда мы ищем знамений, мы как бы немножечко такой читинг применяем. Знаете, что такое читинг? Как это вот по-русски передать? Типа как срезаем углы, или немножко обманываем сами себя. Жульничаем. Жульничаем. Мы жульничаем немножечко, потому что мы перекладываем ответственность на какие-то внешние обстоятельства. Мы снимаем с себя ответственность за свой выбор, и мы перекладываем эту ответственность якобы на Бога, который нам не обещал дать никакого сверхъестественного знамени. То есть мы перекладываем ответственность якобы на Бога, а фактически на случайное стечение обстоятельств. И это будет милость Божья, если действительно Бог вмешается и пошлет знамение от себя. Это милость Божья будет, но Он не обещает, что это с каждым произойдет. Вы легко можете стать жертвой ложной духовности. Так вот, мы перекладываем ответственность в себя. А Писание, наоборот, возвращает ответственность на нас, за кого хочет. Это значит, это моя ответственность. Я несу ответственность за последствия своего решения, а значит, смотри внимательно. До свадьбы смотри в оба, после свадьбы сквозь пальцы. То есть до свадьбы смотри внимательно, за кого ты выходишь замуж. И здесь какие критерии должны быть? Это должен быть, во-первых, искренне верующий человек. То есть ты должна быть уверена, ты должен быть уверен, что ты заключаешь брак с человеком, который действительно любит Господа. Потому что если он любит Господа, то даже если у вас будут какие-то конфликты, трения, но если он любит Господа, он будет каяться и будет возвращаться к библейским принципам. У вас все наладится, у вас все получится. У нас с женой, например, у обоих очень тяжелые характеры. Очень мы оба достаточно, к сожалению, не очень взвешенные. Мы очень упрямые оба, очень такие, хочется сказать, с положительной стороны терпеливые, но на самом деле это с отрицательной стороны упрямые. Мы оба так вот лоб в лоб, кость в кость. И знаете, если бы мы оба не любили Господа, мы бы развелись в первый год нашей жизни. Сейчас мы прожили уже 20 лет, слава Господу, и 21 год вот уже идет. У нас было множество тоже и терок всяких, но что нам помогло действительно притереться к друг другу и преодолеть все эти трудности, это наша любовь к Богу. То, что мы оба любили Бога, поэтому мы все равно смирялись, каялись, возвращались к библейским принципам, учились любить друг друга. Итак, самое первое – это убедиться в том, что человек, которого вы выбираете, любит Господа Иисуса Христа. Ну и дальше уже смотрите на его жизнь, на его и ее богословие, то есть во что человек верит. На готовность, наверное, брата брать лидерство, брать ответственность. Это важные будут характеристики, да. То есть если сестра выходит замуж и вместо того, чтобы приобрести себе мужа, приобретает себе ребенка, с которым она потом будет рожать других детей, это будет большим мучением потом. То есть смотрите внимательно, готов ли человек проявлять ответственность. Брат наоборот, смотрите, готова ли сестра уступать, подчиняться, да, потому что вам жить потом с этим характером. Смотрите на семью. Как правило, по семье вы можете сделать какие-то выводы о том, каким будет человек. Потому что атмосфера его семьи огромный, накладывает отпечаток на его жизнь. Вот я, например, очень мудро поступил, что я присмотрелся к семье своей жены, я увидел, что у нее очень любящие Бога родители, очень разумные, очень открытые, и мне просто захотелось влиться в эту семью. А моя жена наоборот, она не посмотрела на мою семью дисфункциональную. Ну, у меня мама одна, папы не было. Поэтому она потом пожинала проблемы долгое время.